так всем добрый день продолжаем рассматривать система напольного отопления так ну и продолжаем данную тему монтажом напольного отопления с чего начинает ну во-первых раскладывают пристеночную тепловую изоляцию так называемую демпферную ленту есть определенные условия стандартные ленты ну либо если вы не покупаете стандартных лент то есть можно воспользоваться теми материалами которые присутствуют на рынке вашего региона и есть здесь определенные условия ну во первых не должно быть пустот между двумя этими демпфирующими лентами нельзя устраивать нужно обязательно соединять их вместе и в последующем скреплять скотчем ну и не рекомендует вот эти вот стыковые узлы устраивать непосредственно в углах как выгнутом так и волнитом углу так после того как вы смонтировали демпферную ленту дальше вы раскладываете теплоизоляционную мапу с поверхностным слоем гидроизоляцией для последующей укладки трубопроводов так дальше от коллектора подающий трубопровод раскладывается по соответствующему шагу двойному шагу по проектированию ну и скрепляется здесь непосредственно скрепляется при помощи специального пистолета монтажного благодаря якорным скобам так ну и после того как вы подошли к центру то есть обратно возвращаемся непосредственно коллектору тот шаг делаем который у вас предполагается в проекте и выполнен в проекте и вы начинаете укладывать его от центра непосредственно коллектору так после того как вы все теплые полы контура смонтировали дальше вам необходимо в обязательном порядке залить водой ну и раствором ну и испытательную герметичность не менее 6 бар то есть 6 атмосфер течением 24 часов ну и в последующем если гидравлические испытания прошли успешно заливаете данный пол с укладкой контура трубопроводов бетоном ну и половым покрытием там либо плитка либо доски ламината так ну и когда мы рассматривали конструкцию мы там говорили что существует три варианта укладки теплых полов ну и как они осуществляются здесь непосредственно посмотрим первый вариант это маты с бабышками то есть принцип начала тот же самый то есть вы укладываете при стеночной изоляции потом укладываете маты с бабышками ну и на нее полисирольную ленту с выдавленными этими бабышками ну а потом уже между укладывая трубопроводы также показано у вас демпферами швой то есть это при прохождении конструкции проемов ну и как они здесь укладываются и не устраиваются благодаря маты с бабышками так ну и да кстати иногда спрашивает а как укладывать если у вас кольцо из трубопроводов определенной длины там от 100 до 200 метров при подключении непосредственно одного конца коллектору то есть вы заводите например два трубопровода называемых защитных длиной по метру ну и проходя его то есть останавливаетесь закрепляете и дальше проходите пройдя круг возвращаетесь и устанавливаете второй все так продвигаете по этому контуру еще говорят что нет необходимости ставить данные демпферные швы и так все устроит но это на свой страх и риск я думаю у нас система теплых полов в массовом порядке где-то 5-10 лет проектирования максимум 15 это первоначальные были укладки теплых полов то на западе то есть эта система уже отработана в течение 20-30 лет то есть я думаю недаром они рекомендуют устраивать вот эти демпферные швы потому что конструкция дают усадку и чтоб не было потом учительным больно что у вас порвало трубопровод она уже тоже а нужно скрывать всю бетонную часть для устранения этой вот течи то есть тем самым нарушаю конструкцию ну и я напольное покрытие которое у вас уже в чистовом виде находится непосредственно в помещениях ну и зданию целом то есть обязательно установка деферных швов так ну и раньше укладка осуществлялась ручную ну сейчас допустимо заливать при помощи специализированных автоматических машин бетон мешалок но не забывайте добавлять жидкость для того чтобы была очень хорошая связуемость бетона чтобы не было воздушных полостей внутри этой бетонной стяжки дополнительно тепловой изоляции чтобы тепловой поток 90 процентов проходил непосредственно переходил непосредственно в помещение второй вариант системы якорных скоб то есть здесь укладывается либо существуют стандартные линейки которые укладываются по полу с определенным шагом у них на линейке есть крепежные элементы и закрепляется трубопроводом ну либо как сейчас еще некоторые делали это армированной сеткой определенным шагом то есть ну и не скрепляет хомутами здесь вот при помощи специализирован пистолета так ну и укладка все то же самое демпферная лента маты изоляция дальше от коллектора пошел один трубопровод закрепляют дальше до центра дошли обратно возвращаете также подходите непосредственно к второму коллектору подающие обратно коллектора так ну и третий вид эта система сухой укладки здесь есть уже специализированные маты которые покупаются отдельно соответствующими пазами ну и найти их благодаря оцинкованных пластинам определенной длины причем видите здесь есть насечки то есть там они определенного размера там полтора два метра ну и вот с насечками с определенным шагом то есть их возможно отломать любой длины то есть та которая необходима то есть там в поворотные элементы либо купить сделать из этих же элементов либо купить специализированный поворотный элемент который выбил именно проход в который будете укладывать трубопровод ну а на небольших участках он даже готовый инструмент благодаря которому и выдавливаются эти пазы ну и начало то же самое то есть демпферная лента система матов дальше здесь укладываете оцинкованные пластины ну и потом уже трубопровод и между пазами эти полости укладываются в паз изоляции так при использовании смесительных систем нужно понимать что у нас существует два типа теплых полов первый теплый пол это у нас комфортный то есть это теплый пол так называемым периодического действия то есть когда вам есть необходимость использовать эту поверхность под нагрев то есть вы его включаете нагревается в последующем можно его отключить так ну и при данном виде пола то есть необходимо всегда поддерживать температуру теплоносительной постоянной ну и осуществлять регулирование термостатическое ну и второй тип напольного отопления это отопительный теплый пол помимо комфортности несет себе еще и функцию полноценного отопления то есть в этом случае полностью этот теплый пол компенсирует те теплопотери которые осуществляются у нас в помещениях так от ограждений вентиляции вентиляции ну и так далее ну и при использовании этой системы то есть температура теплоносителя период сытая ну не зависит от наружной температуры то есть называемое качественное регулирование чем выше температура снаружи тем меньше температура теплоносителя тем ниже температура наружу тем выше температура теплоносителя то есть ну и такие системы называются погодозанесимые регулирование также при осуществлении этого регулирования у нас существует смесительные узлы первый смесительный узел это трехходовым клапаном или все показано так ну и задача этого клапана то есть подготовить теплоноситель до той температуры которая необходима системе напольного отопления от той температуры которая поставляется непосредственно либо из котла ну либо если это у вас теплообменник и теплообильника при независимых подключениях так ну и он участвует в погодозависимом регулировании но это не самый лучший вид смешения потому что есть основные недостатки но и первое это то что существует вероятность что клапан по сигналу термостата не полностью откроет подачи воды как правильно ну и тогда горячая вода то например 90 градусов 85 градусов пойдет непосредственно на система теплых полов что в результате приведет во первых дискомфорту нахождение человека на этом полу так ну и ввиду того что трубопроводы имеют определенную рабочую температуру не максимально допустимая рабочая температура то в дальнейшем может ухудшиться техническое состояние данных трубопроводов труб впоследствии приведет необходимо будет заменять их ну и еще один недостаток данных треходовых смесительных клапанов это пропускная способность для того что достаточно высокое сопротивление вот в этой части ну и тем самым приводит к тому что нету более эффективного регулирования температуры теплоносителя который требуется непосредственно теплым полу здесь вот подмес осуществляется не так качественно что в том же может быть проскоки температур будут уходить и 50 градусов который требует например а выше ну и в результате то есть температурный график не стабильный а волнообразная ну и в последующем то же самое будет ухудшаться техническое состояние теплых полов единственное рекомендую данное смесительный угол применять если вы знаете принцип регулирования данного смесительного угла ну и также при больших площадях то есть когда большие объемы идут через этот трехходовой клапан то он осуществляет какое-то более-менее адекватное регулирование системы подачи теплоносителя системы теплых полов так ну и вот второй вид смесительного узла где применяется двухходовой клапан то есть вот этот вот узел смешение более правильный здесь смешение теплоносителя происходит при постоянном подмесе охлажденной воды из обратки ну и тем самым пол ну а температура подающего трубопровода непосредственно на теплый пол никогда не может перегреться ну и срок службы система напольного отопления как трубопровод так и элементов системы возрастает ну и небольшая пропускная способность приводит к тому что обеспечивает плавное и стабильное регулирование ну и рекомендует их применять на небольших площадях приблизительно до 200 метров квадратных это единственное их ограничение так ну и здесь вот показана комбинация док-систем то есть котел то есть есть система обычного отопления радиаторного ну и система отопления теплых полов при помощи трехходового клапана и то же самое при помощи двухходового клапана система также показаны варианты исполнения то есть вот здесь вот с двухходовым клапаном там термостатическим элементом ну и воносным датчиком и коллектор непосредственно который расходит с полу трубопроводов ну и вот здесь вот показан вариант трехходового клапана так ну и существует различное исполнение то есть применение клапов но в данном варианте здесь показаны для системы напольного отопления с использованием оборудования дамфас так ну и вот здесь вот кстати показываю перепускной клапан авдо в случае если у вас перекрывается все три контура чтобы теплоноситель не заставился проходил через этот контур у него осуществлялась тем самым циркуляция так ну а здесь используется двухходовой клапан ра-м сейчас он рт-р-м раньше рт-д-м-м был либо есть другого исполнения клапана с термостатическим элементом ftc солнечным датчиком обратный клапан ну и вот вот здесь использовались трехходовые клапаны чтобы как-то увеличить пропускную способность из обратного трубопровода здесь вот производитель рекомендовал подключать по специфическим схемам чтобы у вас подающий трубопровод проходил через основное достаточно высокого сопротивления путь вот в этом варианте либо вот такой вариант сбоку приключений внизу выходит а здесь внизу заходит сбоку выходит а здесь вот сбоку подходит для того чтобы подмешивался теплоноситель более качественном и стабильном варианте либо вот еще есть вариации на тему расположение насоса используем также двухходового клапана проходного сечения для того чтобы в данном случае тоже самая ситуация в случае отключения всех петель чтобы была осуществлена циркуляция теплоносителя но здесь вот термостатический элемент и выходной датчик по регулированию подачи теплоносителя так вот на этом все спасибо за внимание что касается монтажа системы ну и осталось у нас последний титат который рассмотрим следующим видео всем спасибо до внимания до следующего видео